Здравствуйте! В эфире информационный выпуск в студии новостей Анны Хамбир. И сейчас о некоторых темах этого выпуска коротко. То есть если вдруг скважина сломалась, пока администрация расшевелится, я со своими мужиками там все делаю. Участники проекта Дни депутатов продолжают обсуждать реформу местного самоуправления. Очередная встреча состоялась в Кондопоге. Нет, так, господа, не пойдет. Если мы играем по одним правилам, то эти правила выстраиваются для всех одинаково. Карелия готовится к новому отопительному сезону. Но некоторые районы до сих пор не решили, кто будет отапливать их поселение. А помогал им весь крестьянский мир. Подносить бревна, подвозить их, заготавливать лемик. То есть практически этот храм построен был всеми крестьянами округи, вместе с плотниками, которых они наняли. На острове Кижи отметили 300-летие храма Преображения Господня. А теперь обо всем подробнее. Карелия готова к отопительному сезону на 80%. Подготовка идет согласно графику, но в некоторых районах есть проблемы. Они говорили на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. О том, какие районы вызывают беспокойство у власти республики и почему, расскажет Ольга Ряминин. Районы участвуют в совещании в режиме видеоконференции. Один из первых берет слово «Кемский район». В поселке Рабочий Островск котельная уже выработала свой ресурс. И только прошлой зимой останавливалась около 20 раз. Строить новую дорого. Даже небольшая котельная обойдется бюджету миллионов в 60. Поиском инвесторов власти республики занимались все последнее время. На сегодняшний день ведутся все необходимые переговоры. В том числе участвует непосредственно, непосредственно участвует, еще раз подчеркиваю, глава республики. С тем, чтобы, во-первых, первое, снизить стоимость работ, выполняемых для того, чтобы построить новый источник. И второе, определиться по возможному инвестору, который вложит свои частные деньги. Замминистра сообщил, что если необходимых средств на строительство не найдется, котельную в Рабочий Островске будут реконструировать. В Подожском районе другая ситуация. Там проведение конкурса на передачу котельных в аренду руководство района оставило на последние дни, что вызвало резкую критику со стороны замминистра. В общем, сегодня мы объявляем конкурс на аренду имущества уже. Уже подготовлены документации, сегодня на сайте мы размещаем. Нет, так, господа, не пойдет. Если мы играем по одним правилам, то эти правила выстраиваются для всех одинаково. Понимаете, можно потом говорить о том, что вот кто-то там виноват, в последний момент сбрасывая с себя ответственность и сбрасывая имущество на плечи других, и потом показывать пальцем. Замминистр Дроздов поручил пудожским властям до конца этой недели решить проблему с арендой котельных. И еще один вопрос обсудили участники заседания. Перед началом нового отопительного сезона большинство районов республики не смогли погасить долги перед поставщиками. Долг ни много ни мало 20 миллионов рублей. Самостоятельно районам не расплатиться, поэтому решено, что они будут брать бюджетные или коммерческие кредиты в банках. А вот школы республики к новому учебному году готовы. Проведен летний ремонт, все учебные заведения на 100% обеспечены учебниками. К концу августа в школах, где не хватает учителей, планируют закрыть все последние вакансии. Сегодня об этом заявил министр образования республики Александр Морозов. Говорили на заседании комиссии о том, как устроить в карельские школы детей украинских переселенцев. Напомню, только официально зарегистрированных на территории республики граждан Украины более 800 человек. Тему продолжит Максим Смирнов. В начале работы комиссии, на которой присутствовали специалисты сферы образования из всех районов, министр здравоохранения и соцразвития Карелии Валентина Улич обратилась к ним с просьбой помочь устроить в школы детей вынужденных переселенцев из Восточной Украины. Из всех прибывших в Карелию беженцев 20% это дети, и часть из них училась на украинском языке. Убедительная просьба этих детей взять на особый контроль. И, возможно, с ними придется заниматься как-то дополнительно. Надо будет их так аккуратно, внимательно и бережно протестировать на уровень знаний, потому что программы отличаются. Мест в школах республики хватит на всех. И все беженцы смогут 1 сентября пойти учиться. В своем докладе министр образования Александр Морозов отметил, что на ремонт школ из бюджета выделено более 260 миллионов рублей. Большая часть этих денег направлена на ремонт крыш, установку окон и ограждений, предусмотренных правилами безопасности. Есть и проблема – нехватка педагогов. Традиционно это учителя математики и иностранных языков. Всего 130 вакансий. Проблема решается, в том числе и за счет выпускников наших образовательных учреждений, профессионального образования. Ну и в ряде учреждений она будет решаться путем перераспределения нагрузки действующих учителей. Это реально. Количество учеников, которые пойдут в школу в новом учебном году, будет точно известно к 1 сентября. Первоклассников в этом году будет на 200 больше, чем в прошлом. Проект «Дни депутатов» продолжается в районах Карелии. Очередной состоялся накануне в Кандапурском районе. Народные избранники обсуждали два главных вопроса. Как формировать местные органы власти и как распределить полномочия между поселениями, районами и регионом в целом. Кому заниматься дорогами, а кому водоснабжением и благоустройством. Предложение кандапурских муниципалов услышала Алиса Гранович. На встрече в Кандапурской администрации собрались главы поселений, местные депутаты и руководители района. Главный вопрос, как будут формировать органы местной власти, многим здесь уже понятен. Напрямую выбирать главы поселений и депутатов, а затем из них формировать райсоветы. Именно такую модель в законопроекте указал глава республики Александр Худилайнин. И именно ее Карелийский парламент принял в первом чтении. В основном мы поддерживаем предложение нашего главы республики Александра Петровича. По выборности у многих депутатов возникает вопрос, избирать ли главу района в частности. Или оставить на таком же уровне, как у нас сейчас из представительного органа. Но большинство депутатов за. За то, чтобы избирать из состава депутатов. Естественно, было бы желательно, чтобы эта схема была унифицирована, единая для всех муниципальных районов. Те главы муниципальных районов, в которых используется другая схема, я думаю, что они все-таки пойдут на единство. Потому что так проще, так правильно. Другой важный вопрос сегодня. Как распределять полномочия между уровнями власти? Кто и за что будет отвечать? Командопожане выдвинули ряд предложений. Как это лучше сделать? Мы в первую очередь предлагаем, чтобы дорожную деятельность составили на уровне поселения. Потому что в настоящее время у нас уже у всех есть муниципальные программы, все нормативные акты. И создан дорожный фонд, по которому деньги выделяются конкретно в поселениях. Кроме того, Татьяна Иванихина поддержала предложение Минстроя передать на уровень республики полномочия по электротепло- и газоснабжению. Так надежнее. А вот водоснабжение и водоотведение оставить на уровне района. Один из глав поселений Анатолий Папченков уточнил. Там, где нет централизованного водопровода, полномочия по водоснабжению нужно передать самим поселением. То есть если вдруг скважина сломалась, пока администрация расшевелится, я со своими мужиками там все сделаю. Мне бы хотелось, чтобы водоснабжение вот в такой схеме, как у нас, осторожнее. Все высказанные депутатами и муниципалами предложения будут учтены и включены в итоговый документ. Проект Дни депутатов продлится в районах Карелии до 26 августа. А его итоги подведут на форуме депутатов 4 сентября. А теперь коротко о других событиях в республике. В этом году на приобретение учебников и учебных пособий для петрозаводских школ была направлена субсидия в размере 19 миллионов рублей. К 1 сентября, сообщают в мэрии, обеспеченность учебниками и пособиями составит в городе все 100%. Сотрудники поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили 120-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет был найден местными жителями в 20 метрах от железной дороги у деревни Тулок Солонецкого района. Спустя сутки саперы уничтожили еще несколько взрывоопасных предметов. Мину, две гранаты и взрывчатку, обнаруженные в парасозере и коливале. Неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной находят на территории республики постоянно и в лесах, и в населенных пунктах. За прошлый год было найдено более 1700 боеприпасов. В этом году 32. Из 10 часов вечера среды и до 7 утра четверга закрывается для движения транспорта понтонный мост в Соломино. Там устанавливают первую аппарель, деталь, соединяющую понтоны. Всего будет изготовлено 4 аппарели. Более пологие, чем прежние, сообщают петрозаводские чиновники. Окончание работ по установке всех 4 аппарелей планируется через месяц к концу сентября. Напомню, прежние соединения мешали проезду автомобилей даже с высокой посадкой. Так что в начале лета местные жители вынуждены были ремонтировать мост своими силами. С 25 по 29 августа в Петрозаводске пройдет республиканский финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», в котором примут участие 7 команд победительниц из районов республики. Школьники примут участие в соседаниях по строевой и физподготовке, разборке и сборке автомата, оказанию доврачебной помощи, пожарной подготовке и гражданской обороне. Также ребята смогут проявить себя в конкурсе патриотической песни, историко-краеведческой викторине и в тактической игре по местности. На дворе август и до закрытия велосипедного сезона еще далеко. Ежедневно по улицам корейской столицы передвигаются сотни велосипедистов. Одни едут по тротуарам рядом с пешеходами, другие по проезжей части рядом с машинами. Как выжить в городе велосипедисту в условиях практически полного отсутствия инфраструктуры, разбирался наш корреспондент. По правилам велосипедисты должны передвигаться по велодорожкам или специальным полосам, но в нашем городе такой возможности нет. Остается нашему велосипедисту либо край проезжей части, но он, как правило, всегда занят припаркованными автомобилями. В случае невозможности движения по этому краю проезжей части он может двигаться по тротуару. Так почти все велосипедисты и поступают. Тем более, что с этого года движение по тротуару разрешили. Но в пешеходной зоне свои проблемы. Высокие бордюры, пешеходы, которые поворотниками, к сожалению, не оснащены. Кроме того, если едешь по тротуару, на каждом перекрестке приходится слезать с велосипеда. Пересекать зебру за рулем запрещено категорически. По словам сотрудников ГИБДД, 90% наездов на велосипедистов происходит именно в такой ситуации. Выходит, по дороге ехать даже безопаснее. Правда, в таком изотечестве не рады автомобилисты. У нас по дороге не понимают, что водители творят. А велосипедист тоже непонятно. Он еще едет по трассе. Вильнет, не вильнет. Я их боюсь. Просто боюсь. Чтобы управлять велосипедом, сдавать на права не надо. А значит, учить правила – обязанность самого велосипедиста. Разобраться в них самостоятельно бывает непросто. Поворот налево разрешен только если дорога, по которой ты движешься, имеет только одну полосу для движения в одну сторону. Неопытному велосипедисту может быть сложно почитать полосу. Поэтому лучше всего зайти с велосипеда на пешеходнике и идти пешком. И даже если у вас серьезный опыт вождения, лучше быть осторожнее. Борис Борисович за рулем более 50 лет. Кроме велосипеда водит и автомобиль. Признается, что временами выезжает на велосипеде на пешеходную зону. Когда слишком плотный трафик, когда обочина заставлена. В аварию попадать ему приходилось. Когда езжу по дорогам, то я полностью соблюдаю эти правила дорожные и чувствую себя сам участником движения и автомобилистом, понимаете. Ты едешь по главной дороге, а тебя, скажем, справа выезжает какая-нибудь машина, она даже не хочет пропускать тебя. И вот такой случай у меня как-то был однажды. Вот и остаются несчастные велосипедисты между двух огней. По дороге страшно, по пешеходной зоне тоже. Велополос в нашем городе нет. Есть две велодорожки. Одна на набережной. Другую строят энтузиасты на трассе Фонтаны. Но обе прогулочные. Покататься можно. А добраться из пункта А в пункт Б не получится. Активисты велодвижения разработали карту будущей сети велодорожек. Но на ее создание может уйти не один год. Накануне 19 августа православные отметили праздник преображения Господня. На острове Кижи он всегда считался главным храмовым праздником, на который собирались жители всех окрестных деревень. В этом году гостей было особенно много. Ведь храму преображения Господня исполнилось 300 лет. На торжествах по случаю юбилейной даты побывал наш корреспондент Алена Сянти. С воды кажется, что преображенская церковь парит в воздухе. В конструкции нет нижнего яруса. Его реставрацию плотники уже завершили. И скоро он займет свое место. Далее мастера приступят к верхним ярусам, поэтому летать преображенка будет еще несколько лет. Грандиозная реставрация требует тщательного подхода, поэтому эксперты не называют точную дату завершения работ. Службу в честь праздника преображения Господня и юбилея главного храма острова провели в Зимней Покровской церкви. Отца и Сыни, Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веку. Крестный ход вокруг Кишского погоста с молитвой о том, чтобы Господь благословил продолжение реставрационных работ и духовно укрепил тех, кто участвует в деле возрождения, главной жемчужины Кишского ожерелья. В этот день на острове вспоминали об истории возникновения храма. Эта церковь преображенская была построена как раз в честь победы в Полтавской битве, когда самая непобедимая, самая мощная армия, сотрясавшая всю Европу, была нагло уразгломлена и, по сути, перестала существовать. Преображенскую церковь возвели в 1714 году на месте сгоревшей шатровой церкви. Плотницкая артель из 12 человек выполняла самые ответственные работы. А помогал им весь крестьянский мир подносить бревна, подвозить их, заготавливать лемех. То есть практически этот храм построен был всеми крестьянами округи, вместе с плотниками, которых они наняли. Так что он отражает то представление о красоте, которая жила в нашем народе. И, наверное, не случайно он многоглавый. Посмотрите, сколько маленьких островов кругом. Они как бы вторят этому многоглавию. Здесь было много деревень, много жителей. Преображение Господня в народе именуют яблочным спасом. В этот день плоды нового урожая приносят для освящения в храм. Кстати, в Карелии этот праздник всегда имел свои особенности. Почему у вас сегодня на шее рябиновые бусы? Это традиция такая. Нам сказали, чтобы мы были все в рябиновых бусах и чтобы отличались мы свои из одной деревни от других, которые приезжие из острова или из других деревень. А почему, например, яблоки на шее? Сегодня же яблочный спас. Ну, яблоки неудобно на шее носить. И яблок здесь не росло традиционно. Айбин у нас много тут. Да, можете заметить, на острове очень много. И по традиции кижане именно в рябиновых бусах приходили. Освящение плодов, концерт хоровых коллективов и оркестров. И творческая сессия звонарей. Она открылась на острове 15 августа. На передвижной звоннице мастера колокольного искусства не только демонстрировали свои умения, но и приобщали к перезвону желающих. О трехсотлетии Преображенской церкви и уникальных объектах культурного наследия 1 сентября будут рассказывать детям в школах Карелии. А отличники, победители республиканских олимпиад и творческих конкурсов смогут в этот день побывать на острове. Я бы хотела, чтобы каждый побывал здесь. Житель Карелии, вообще житель страны и мира. Потому что на самом деле здесь действительно очень здорово и эмоционально. Ты просто подпитываешься духовно. Мне кажется, ты становишься чище, добрее и лучше. Вот это самое важное и дорогое. На этом все. Я и мои коллеги прощаемся с вами. Желаю вам хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова